Всем привет! Сегодня я хотел бы начать небольшую серию летсплеев по бета-версии игры Destiny. Destiny сейчас на данный момент, похоже, претендует быть самым дорогим онлайн-шутером. По крайней мере, по заверению Activision они грохали в него 500 миллионов. Так что достаточно интересно все-таки глянуть, что же там такое сделали. Делают его разработчики серии Halo и уверяют, что на данный момент величина Destiny 15 Halo Ritchie, по-моему. Давайте посмотрим, что... Так, нам предлагают создать класс. У нас Titan, Hunter и Warlock. Ну, лично мне больше нравится что-то типа Хантера. Три расы люди какие-то проснувшиеся и роботы. Ну ладно, давайте создадим какую-нибудь Лоли. Что еще можно сказать об этой игре? Ну, сложно пока загадывать что-то. По идее, должно быть что-то... Нечто... Нечто... Бордерлендсов, наверное. Это самый подходящий аналог, конкурент. Так. Ну, как-то так, я думаю, будет нормально. До начала. Наверное, стоит сказать, что... Лично для меня серия Halo не является какой-то... Ну, не является ни любимой, ни достаточно значимой, как по мне, или особо интересной игрой. Я очень так прохладно отношусь к ним. Поэтому тоже ожидания от Destiny такие весьма смешанные. Мне очень бы хотелось, чтобы в итоге получилась новая Halo. Только в этот раз без эксклюзива. К Xbox. А вот серию Borderlands, допустим, люблю очень. И если сделают что-то хотя бы близко похожее, уже буду счастлив. Заставка, вступительный ролик. Три чувака высадились на какую-то планету. На Марс, похоже. Ну, я пропустил ее сам. Здесь были пометки, куда именно. По Марс. Заметьте, уже с этими самыми, с кольт-командами идут. Угадайте национальность этих эсмонавтов. Попробуйте догадаться. Какие еще придурки могут в космосе с кольт-командами ходить. Субтитры создавал DimaTorzok Мы смотрели на галакси и знали, что это нашу дешевую путь В ходе в свету. В других странах. Но Повторяне у него были против. Слышен. Слышен. Слышен веки и селены в течение лета. Слышен веки. Слышен веки. Слышен веки. Субтитры выключены, но если вкратце, в общем, люди нашли этот шарик, шарик назвали путешественником, и он открыл новые технологии, и все, сразу стали жить на разных планетах, типа Марса и Венеры. Все стало хорошо, но, как оказалось, у путешественника были свои враги, и они и пришли за людьми. Космодром, Старая Россия, Земля. Так понимаю, Старая Россия, значит, что нет уже больше никакой России в этом будущем. Ну и да, какая же Россия может быть без пробки? Хе-хе-хе. Если купить самый-самый дорогой кредитационный вариант этой игры, то там будет пластиковый аналог этого призрака, который будет динамикой дублировать разговоры из игры. Ну, вроде так, обещают. Не знаю, насколько это круто, но забавно. Так. Гордиан? 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 Продолжение следует... 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 Примерно ясненько... Стандартное управление... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Нету... Нету карты... Привязок кнопок... Жалко... Ладно... Продолжение следует... 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 Я так понимаю, мы все-таки достаточно слабый персонаж. Нам надо действовать скрытно, я так думаю. В данном случае, я так понимаю, это Туреал. Патроны у них такие интересные, прозрачные упаковочки. Так, да, это Туреал, где мы как бы узнакомимся сами с собой. Мы хер знают кто, нас воскресили на земле и каким образом мы там оказались. Почему нас можно было воскресить, пока ничего не понятно. У нас есть вот этот только призрак, который нам пытается подсказать что-то. Но пока не слишком много вообще, конечно, полезной информации дает. Ого, сундучок. Так, сундучок и, по-моему, да, винтовочка. По-моему, винтовка это как раз-таки оружие для нашего класса. Так, что у нас тут есть? Задание. Какой-то бридж. Enable to summon. Ладно. Что у нас тут есть? У нас есть автоматическая винтовка хвостов. Вместо калашникова, что ли? Так, винтовка. А где у них мощность показана? Rate of fire. А, импакт, наверное, и есть в данном случае мощность. Получается, что у винтовки и автомата мощность одна и та же, что ли? Как-то странно. А нет, атака 20, а здесь атака... Здесь тоже атака 20. Да, получается, что какая-то бестолковая винтовка. Стандартная броня у нас. Ладно, это все круто. Что такое ростер? Ага. Это ясно, это мультиплеерная составляющая. Пока что пустой инвентарь, да, и с этим. Ну ладно. Не густо, но... Начала хватит. Ой, что это? Ага. Тут нас учат приседать. Под лазерными минами. Шкалы здоровья не видно. Значит, по принципу, который появился, по-моему, как раз-таки в Halo. Здесь оно восстанавливается. Я могу ошибаться, но, по-моему, Halo была первой игрой, которая сделала вот этот принцип восстанавливающегося здоровья. Что многим до сих пор безумно нравится, а многие считают, наоборот, самой провальной идеей в шутерах за последние годы, которая убила весь хардкор. Ну, тут мнения могут быть разными, кому что больше нравится. Например, лично как по мне... Гораздо интереснее, когда сложность дозируется самим баттлом, чем попытками найти нужные аптечки после этого самого баттла и вечная экономия. Ну, я знаю тех, кто согласится, и для них эта система слишком простая. Ну, бытует такое мнение, что авторегенерация убила основную сложность игры. Освещение здесь классное, но вот все они какие-то немножечко такие. Простенькие, чересчур, я бы сказал. Ну, не сами тени от предметов, а вот именно от тени персонажей. Вообще, эта игра выходит на сразу два поколения, предыдущее и новое. Вроде бы она графически сильно отличается. Ну, хочется надеяться, что да. Что графика не пострадала, как это случилось с Watch Dogs, к примеру. Непонятно, какой-то мусорник здесь. И от кого эта стена вообще? О, мертвый призрак. Это наш мертвый призрак, или это... Блин, непонятно. Исчез, исчез. Хоть бы какую-нибудь плюшку бы оставил. Благодарность. Благодарная скотина. Так, а это что такое? Это, наверное, патрон для винтовки. Ладно. Пойдемте дальше. Не, вообще, конечно, графика в игре очень радует. Все, что вот пока что я вижу, это... Ну, наверное, так же круто, как в Killzone, или почти так же круто, как в Killzone. Потому что, конечно, в плане графики Killzone... До сих пор, наверное, самая... Крутая стрелялка на новое поколение. Но тут тоже все очень так... Очень стабильно, очень... Впечатляет. Что происходит? Какие-то корабли появляются, рушат пашни. Ну, вот. Кто-то учил парковаться. Вот, к нам летит. Здесь-то нам, наверное, надо бы... Куда? Куда двигаться? РФБА. Что такое РФБА? Да, кстати. Запрещено. Рестриктед. О, что там за значки? Бинокль запрещен. Фотоаппарат запрещен. И чувак с палочкой запрещен. То есть это... Что за запрет вообще такой? Да. Не знаю, что они хотели этим сказать. Посторонним входом запрещен. Ну, вроде по-русски написано. То хорошо. То... В той же Call of Duty порой такие интересные надписи встречались. Так, там внизу нас уже тоже ждут. Хедшот. А, они не хотят идти на близкий контакт. Хохочет. Ножом тебе в глаз. Они задрали убегать. Какой-то интересный робот здесь валяется. Непонятно. Это робот-танк. Из старого времени или из нового. Прикольно будет, если в игре будут такие противники. Ого. Как он нас... Бомбанул ножом. Опасный. Какие-то казематы. Туда можно? Здесь я... Жалко. Не понял. Для чего на космодробе нужна такая большая стена? Чего она... Ограждает. Так. В опасности. Какие-то летающие дроны. Монстры, похожие на Скарджи из план Рилла. Падшие. Ну ладно. Да сколько вас... Ё-ёй-ёй-ёй. Нарезали. Нашинковали противников на второй уровень. Не ясно, сколько уровней в бете. Говорят, вроде бы, 8 ограничений на данный момент. Я не играл в альфа-версию. А в бета-версии говорят примерно то же самое, что альфа. Только... Начинаешь с первого уровня, а не с пятого. И... Есть какие-то дополнительные контенты, новые миссии. Так. У нас есть возможность... ...использовать гранату теперь. На L1 привязка. Окей, попробуем. Посмотрим. Так понимаю, эта граната какая-то... ...сконечная. Это старый корабль. Может быть, наш ткань отсюда. Надо дать ей какой-то корабль, чтобы свалить отсюда. Док 13. Столс не сработал. Куда ты убежал? Иди сюда. Ну, в принципе, с таким ножом их можно... Ага. Вот кто-то уже с первого раза и не помер. Только хотел сказать, что с таким мили-оружием можно, в принципе, вообще не стрелять, всех шинковать. Иди сюда. Есть шинка. Открывай его. Какой-то прокачанный чувак, видимо, со щитом. Давайте попробуем нашу гранату. О, хорошо стреляет. Так, опасно, опасно, опасно. Граната заряжается медленно, видимо, бесконечный энергетический скилл. Я не понял. А, мы этого крутого чувака не убили. И он снова отрегенерировал все. Зараза. Злой капитан. Да у него титул такой, злой капитан. Ой-ой-ой. Надо осторожнее. Давай мы тебя ножом дорежем как-то. Настоящего капитана. Настоящего капитана. Интересно, у нас бронька. Я могу сделать это работать. Хорошо. Нет, этот меньше классом. У него две турбины небольшие. У него была одна большая. Окей. Он не будет брать орбит. Он просто может привести к нам в городу. Сейчас. О том, трансмэн. Я привожу тебя. Мы можем вернуться к ним, когда готовы. Поехали. Еще какие-то черти помимо падших еще тусуются. Такого же класса, что и мы, судя по всему. Тоже хантеры. Так. Так. Ну что ж. Самари. Окей. Давайте продолжим. Какие-то карточки бонусные получаем. Которые, видимо, только на сайте Bungie можно посмотреть. Поехали. 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 Ну, судя по всему, цивилизация на земле еще осталась. Поехали. Не, не, не сделали всех. Душа. Душа. Ну или кто у нас главный противник. вообще непонятно на самом деле что же мы попали что-то в типа города что он нам предлагает он предлагает выбрать направление для следующей миссии сейчас по городу походить нам можно вроде бы странно почему показано что это орбита самого путешественника мы вроде бы над землей все еще не на самом путешественнике давайте да слетаем в эту башню заберем нашу награду хотя непонятно собственно за что кто нас должен наградить мы как бы были воскрешены избежали с космодрома мы никакой квест не выполняли но кто-то нас уже хочет наградить почему нет давайте посмотрим но вообще выглядит игрушка очень позитивно я когда первый раз ее увидел стримы альфа версии меня абсолютно не впечатлило то что я увидел там ну в основном в основном народ играл дез матч и доминейшн режимы и мне показалось это абсолютно каким-то странным и неинтересным экшеном таких много в чем особенность не увидел абсолютно ни сингла ни вот этого ролевого элемента сейчас я смотрю да есть что-то интересное в игре я надеюсь здесь будет гораздо больше ролев ролев ролевого гораздо больше открытого мира потому что экшенов где люди месяца на арене их полно и нового тут ничего не нужно ага это ясно это онлайн у нас уже тут народ бегает разный у нас какой-то месседж банджи нам прислал месседж ясно банджи благодарит за тестирование их игры дает 500 кредитов что ж тоже хорошо пригодится чтоб боевая лоли надо было правда еще и маскировку на лицо намазать командоса еще веселее было это роботы не можем еще пользоваться этим торговцем что привет женщина в капюшоне о мы прибыли на место о варлоки нам дают броню какую-то вы любите это видимо фракция этих авангардов хантеров авангардов хантеров если мы будем на них работать мы наверно получим всякие вот эти ништяки что здесь показаны но меня больше интересует другой вопрос мы конечно хантер и нам логично работать на хантера вопрос в том можем ли мы работать на кого-то другого но если да то это гораздо интереснее так ну давайте наденем новую броньку будет она также прошел как и наши но 4 единицы не лучше защита уже И где этот мужик, который нам даст лучшее оружие? Ну давайте сбегаем еще до этого мужика. Ну честно сказать, городок какой-то такой, пустоватенький. О, это HellRiser какой-то металлический. Так, что нам тут предлагают? Автомат, винтовку, полуавтоматическую винтовку и револьвер. Я даже не знаю, я люблю револьверы, я в Borderlands всегда носился с револьверами. Тоже играл там за Хантера, в первой части во второй играл за Зеро. Револьвер это круто, давайте возьмем револьвер. Так, тут на все это не доступно, почти все. Пойдем. С револьвером носиться. Что нам предлагают теперь? Проверить наш корабль. Заход на закан nachfinал. нам дают новый корабль что ли который якобы лучше чем наш но выглядит абсолютно так же что нам еще предложат сделать все кончили задание а ясненько в этом режиме можем выйти на орбиту игра получается делится на миссии и городскую арену как мирный уголок где можно закупиться пообщаться с кем-то ладно давайте наверное закончим первую серию на этом дальше попробуем посмотреть какие режимы доступны в бета-версии мне честно говоря больше всего интересует все что связано с синглами с миссиями которые возможно приходить либо в коопе либо одному с матчей доминейшн не сильно интересует ну возможно тоже посмотрим стараемся так сказать оценить весь контент это версии пока что начало очень бодро я не знаю все очень симпатично на данном этапе выглядит весьма интересно посмотрим что еще нам предложат в этой бета-версии но уже в следующей серии на сегодня все пока пока